Здравствуйте! Сегодня у нас занятие с Равином Исраэлем Эйзеншарпом по недельному разделу Пинхас. Здравствуй, Исраэль! Прошу тебя, традиционные полтора слова. Да. Ну, Пинхас и, возможно, еще, если у кого будут вопросы по предыдущей главе Балак. Ну, можно сразу с Пинхаса начинать. Очень сложное событие, и вот, честно говоря, у меня много вопросов, потому что, ну, во-первых, раздел начинается с того, что Всевышний хвалит Пинхаса, Пинхаса, и вот даже строение слов, он там, ну, есть два варианта перевода, я посмотрел, один он говорит, что ты возревновал ревностью моей, да. А второй вариант, как ярость некоторые переводят, как что-то смеется. Ты возревновал ревностью и отвратил ярость мою. Вот. А у меня вопрос, почему глагол возревновал? Ну, не имеется в виду, как женщине. Можно его пояснить? Не имеется в виду, как женщине, а, ну, оскорбился за Бога и возмутился, и, в общем, все. Все три слова одно и то же. Кена. Да, да, да. Кана это еще приобрел. Кана это приобрел. Отсюда, кстати, слово Каин. Да, приобрела и человек из Бога. Так что перекликается еще и таким образом. Потому что Каин тоже убил, между прочим, если что. Ребе, может, с конца все-таки той главы, чтобы было понятно, откуда Пинхас? Ну, то есть, как окончание балак и чтобы выйти на Пинхаса как? Согласны? Да, давай сделаем так. Значит, балак пригласил Белама, колдуна и пророка, злодея, между прочим. Вот, пригласил проклясть еврея. Ну, так, вполне себе. Вот. Значит, почему он его пригласил, если будет интересно, я скажу. Там не так все просто, как кажется. Там много, там очень многослойная ситуация. Ну, короче, он его пригласил, тот место проклятия благословил. И я сейчас пробегаю голубым по Европам, на самом деле там все сложнее, интереснее. Вот он благословил, а потом, когда ему говорят, ну, что ж ты, мы тебя пригласили на одно, а ты, значит, делаешь другое. Вот. И он дал совет, как справиться с евреями. Совет заключался в том, чтобы совратить и погрузить в видалопоклонство. Это им удалось. Ну, вот, этот заказ он, ну, таким образом оправдал. 24 тысячи тогда погибло. В основном из рота Шимон. И, ну, есть еще такое предположение, что приход Машеха отложился намного, надолго. Вот так. Если есть вопросы и по Балаку, и по Пенхасу, давайте. Потому что так оно получается плоско и схематично. Ну, вот я бы хотел все-таки продолжить с тем, что сделал Пенхас, потому что почему это сработало? Что здесь было такого? Это было, ну, как, показательное наказание? Или в чем, ну, Бога же интересует, чтобы мы, ну, как бы, были в его смыслах, в его системе. Что здесь развернуло народ в системе? Какой смысл был его действия? Ну, для этого надо посмотреть, что сделал Земли и Косби, да? Тогда станет более-менее понятно, ну, и последствия их действий. Тогда станет понятно, что сделал Пенхас и для чего. Значит, первое. Они, когда, значит так, когда народу дало поклонство, достаточно много было. И вступил там в интимные связи там с этими мавитянками, медианитянками, вот, то весь союз разрушился. Потому что там был и блуд, и изолопоклонство. То есть базовые вещи были подорваны. И чистота семьи нарушила. Теперь, все то, за что, все то, что помешало Беламу проклясть, реализовалось таким образом. И когда попытались с этим справиться, не получилось. Он говорит, вот повесь руководителей народа, которые, значит, допустили это безобразие и сами в нем участвовали. Значит, ну, хорошо, их повесили. Но это не помогло. Народ продолжал безобразничать. И тогда уже Зимри подвел глава рода Шимон, Зимри бен Сау, подвел Козби, медианитянку. А она дочь, ну, вот, дочь князя, Балака, собственно. А вот подвел и говорит, ну что, у тебя медианитянка Цепора, и у меня медианитянка. Так что? Имею право. Значит, проблема в том, что Цепору Мошар-Бэйну взял. Люд, привет. Люда, привет. Значит, Цепору Мошар-Бэйну взял еще до дарования Торы. И она прошла, ну, то, что тогда было Геюром. Согласие вести еврейский образ жизни в рамках, в объеме тех требований, которые у евреев были. Все. После дарования Торы это условие усложнилось. И это как раз Зимри проигнорировал. То есть, иначе говоря, он проигнорировал изменившуюся ситуацию, изменившуюся с подачи Бога через дарование Торы, через заключенный союз. То есть, он все это дело проигнорировал. Проигнорировал. И оказалось таким образом, что если проигнорировано дарование Торы, тогда и все, что случилось с Египтом, и с египтянами, и все те чудеса, которые Бог сделал для евреев, все это бесценненно, дезавуировано. И вся та Тора, которая была к тому времени дана, на минуточку 39 с половиной годиков, все отменяется. То есть, иначе говоря, он всю ситуацию порушил самым соблазнительным образом. Показал пример, как можно все это дело нарушать, ничего за это не иметь, обвинять руководителей. И если учесть, что до этого был корох, и там змеи медные там с этими змеями и так далее, то мало не покажется. Мы получаем ситуацию кризиса системного, когда и элита, и средний класс, и простые евреи оказались охвачены одним тем же явлением, желанием устраниться от миссии. Все. Таким образом, вся история повисла на одном копье буквально. И тогда Пенхаз, кстати, Пенхаз имя египетское, вот говорят, евреи не принимали египетские имена. Принимали. Батя Шейф-Рапуа, собственно, имя Моше и Пенхаз. Между прочим, не рядовые ребята. Они носили египетские имена, при том, что, скажем, у Мушар-Бену было имя Тов, мало кто помнит о нем. Ну, сам Бог называет его египетским именем, ничего. Значит, египетские имена были приняты. Ну, так же, как и много чего там выпендривались, типа, а, мы там не разговаривали по-египетски. Жили в Египте и не разговаривали по-египетски. Или египетские надсмотрщики учили древнееврейский язык. Сейчас. Значит, и разговаривали. А Мушар-Бену на каком языке разговаривал 40 лет, пока не сбежал с Египта? Тоже по-египетски. Значит, разговаривали и по-египетски, ну и так далее. Ну, ничего интересного. Короче, если без пафоса, то мы получили ситуацию, когда вот этот кризис чуть было не привел к окончанию истории. Все. Которая еле-еле началась. Более того, таким образом отменялось то, что было обещано Аврааму. И то, что он передавал своим потомкам. То есть вся система рушилась, вот буквально рушилась. И этот Зимри, он это все сделал публично. Если бы он хоть скрывался или там хитрил, вертел. А он сделал публично. И вот эта публичность высокопоставленного, ну, товарища в народе, руководителя рода Шимон. Ну, не слабо, да? Вот. Причем перед Мошарбейну, перед Аароном, в присутствии старейшин, в окружении всего народа. Вот это сделало ситуацию еще более драматичной. И тогда Пенхас подходит к Мошарбейну. А тот вообще забыл Аллаху. Так возмутился и так, ну, огорчился. Аллаха такая, что если евреи вступают в связь с язычницей, ну, тогда язычество было классическим. Сейчас оно какое-то кислое, неинтересное. А тогда оно было сочное такое, привлекательное. Вот. И когда, значит, евреи вступают в интимную связь с язычницей, то ревнитель имеет право его убить в момент саити. Вот так. Сам Мошарбейну забыл эту Аллаху, которую он уже преподавал. Тут Пенхас подходит и говорит, ну, ты же учил. Он говорит, а, кто вспомнил эту Аллаху, тот ее и выполняет. Ну, Пенхас взял копье, вошел в шатер и ударом копья приколол и Зимри, и Косби в момент саити. Даже скажем, что копье прошло, сказано, достигло ее чрева, да, то есть ее, строго говоря, детородных органов. Вот так. Все то, что послужило инструментом нарушения, стало наглядным пособием, как не надо себя вести. И он берет это копье, видимо, мужчина был не слабый, берет это копье, два трупа на нем, и обходит лагерь по периметру. И тут Бог говорит, даю завет мира. Завет мира заключался в том, что никто не будет мстить и даже не попытается. И жить он будет долго, и завет священства даю ему, и так далее. Вот так. Так что жил он долго, говорят, что вообще Ильяу это тот же он, один вариант, другие говорят, что Ильяу это его перевоплощение, его реинкарнация. Вот другой вариант. Я не знаю, давно это было. Но во всяком случае, ну, феноменологически они похожи. То есть, в ответ на демонстративное нарушение, на провокацию, была демонстративная, ну как, казнь, да? Да, казнь. Если перевести на понятную нам речь, так неполиткорректно, это если бы Трамп взял бы сейчас и наказал всех зачинщиков, расстрелял бы зачинщиков. Вот я от души желаю, чтобы содержание недельной главы вдохновило его на решительные действия. Ну, уже ФБР начал арестовывать провокаторов в конкретных городах. Ну, слава Богу. Наконец-то. Хорошо, но почему тут, во-первых, почему бездействовал Маше и Арон? Ситуация же, как ты сказал, повторялась. И, то есть, судя по всему, Пенхаз сделал то же самое, что сначала сделали левиты после того, как были разрушены скрижали, да? Потом то же самое, что, ну вот там поражения были многочисленные. То же самое, что с Корохом произошло. Почему бездействовал Маше и Арон? А, Арону уже не было. Арону уже не было. Значит, смотри, вопрос такой. Во-первых, он был потрясен, огорчился и растерялся. Между прочим, это кризис руководства. Второе, когда он растерялся? Когда он сказал повесить руководителей, ну, этого безобразия, их повесили, а безобразие продолжило. Все, ему уже некому было отдавать приказы. Понимаешь? То есть, вот они уже встали на одно колено, буквально. То есть, у него исполнительный аппарат провис. Ну, все. Да, то есть, не то, что они перешли на сторону, вот в открытую, да? Но они уже перестали противодействовать этому безобразию. Что? 24 тысячи тех, которые умерли. Это тех, которые безобразничали. И были безобразники и другие тоже. Но не умерли. То есть, это было явлением массовым. Для того, чтобы прекратить массовое явление в таком объеме, требовалось столько убежденных, дисциплинированных, организованных людей. Значит, люди были, а готовности действовать не было. Вот и все. Проблема. Ну, строго говоря, Пенхас выполнял то, что здесь написано, Машеев сказал. Убейте каждый людей, прилепившихся к этому. Ну, да. Он сказал, ну и что. Оно же продолжалось. То есть, Пенхас, можно сказать, что Пенхас это была инициатива, гражданская инициатива из народа? Конечно, была гражданская инициатива. Посмотри, в предыдущей главе Бала, когда евреи подошли к границе Маава, то старейшины Маава пошли к старейшинам Медиана. Они пошли не к царям, не к князьям. Их было пять. Они пошли к народу. То есть, пошла народная дипломатия. То есть, все, мы разочаровались в официальных протокольных дипломатических каналах. У вас там, ребята, свои амбиции. Приятного вам аппетита. Живите друг другу на здоровье. А мы не хотим подыхать из-за ваших разногласий, счетов и прочего. Корысти, я не знаю, там, властолюбие, злопамятьство и еще чего-нибудь. Мстительность, идива, значит, чего еще. Мы не хотим. И таким образом старейшины пошли туда, старейшины пошли сюда и старейшины пошли к Беламу. И тут мы видим, что опять же инициатива снизу пошла. Практически Пенхас действовал как человек из народа. Хотя он, между прочим, был вполне себе из руководства. Вот, кстати, с его происхождением не все понятно. Я почитал Раши, ничего не понял, честно говоря. Значит так, папа у него Элязар. Дедушка Аарон. Здесь понятно. А вот мама его из потомка Ветро. то ли одна из дочерей, трое, если я не ошибаюсь, то ли что-то в одном роде. То есть тогда, грубо говоря, он был вообще в ситуации похожей на Маше? Конечно. Более того, он убил медианитянку Козби. А его мама тоже медианитянка. Нормально, да? Вот так вот. И муж Рабин был женат на медианитянке? Ну, то есть они топтались на одном пятачке. Ну, иначе быть не могло. И то, что он на это решился... Понимаешь, сейчас бы... Ну, вот все это выглядело как... Я не знаю, как... Отрыжка религиозного фундаментализма. Тяжелая притом. Ну, вот. Люди любят друг друга. И во имя любви. И не хотят скрываться. И хотят, чтобы все было открыто. И хотят подать добрый пример. Взаимодействию народов. И так далее, и так далее. Широта мышления. Толерантность. Демократичность. И прочее, извините за выражение, либерализм. Права человека вообще. И тут, значит, он поступает как классический религиозный фундаменталист. И таким образом спасает весь еврейский народ. Вот так вот. Так что... Сегодня пример Пенхаса, строго говоря, пугает всех леваков. Для них это антигерой. И то, что он выведен как спаситель евреев в Торе, лично Бог, сказал, делает исполняющих Тору и признающих еврейского Бога моральными соучастниками действия Пенхаса. Таким образом, он выражает лучшее в нас или наиболее решительное, характерное, волевое. А это пугает. Потому что иди знай, кому еще придет в голову повторить его подвиг на своем уровне. Вон, в Израиле. Сколько ходят этих гей-парадов? Сколько там предателей, которые с арабами сотрудничают? Сколько ненавистников Торы там бродят? Ну, распутников всяких поганых. Ну, вот и все. Так что, они не могут спать спокойно, пока евреи читают Тору, а в Торе написано про Пенхаса такого-сякого. Ну, так. Ну, такое чувство, что правые тоже не готовы действовать настолько. Правые, конечно. Правые не готовы действовать. Не деморализованы так же, как деморализованы Машера Бейну были. И все руководство было деморализовано. Дело за дело за инициативой снизу. За гражданской. Я думаю, да. Потому что, я думаю, что инициатива не обязательно должна быть репрессивной. Потому что, в конце концов, тогда Бог был настолько близок, что даже не то, что Белам злодей, даже его Ослицер заговорил. Вот. То есть, Зимри был абсолютно точно воспитан в духе, в еврейских законах, в соблюдении, в пророчествах, в объяснениях и так далее. Он был знаком с этой Аллахой, иначе бы он не пришел к Мушерабену. А сейчас у нас нет никакой гарантии, что тот человек, который там идет в этих рядах сумасшедших извращенцев, и все, что он, например, психически нормален, или что он воспитан в этом духе, или что он понимает, или что его предупредили. И все. И можно совершить непоправимое. Так что здесь все сложнее. А инициатива снизу, да, должна быть, конечно. Восхождение на Храмовую гору, мне кажется, похоже на такую инициативу. Да. Я думаю, да. Только здесь очень четко надо проставить границы. Не с точки зрения полиции или, не дай бог, этих арабов, которые там окопались, а внутренние границы в сознании, что вот сюда можно, а дальше ни в коем случае нельзя. Что душу потеряем, не дай бог. Отсечение души это не слабая угроза. И вот. Именно с учетом этой угрозы раб Абрамовский дал свою Асмахту, запрещающую подниматься. И именно исходя из этой угрозы, Равискак не советовал подниматься на Храмовую гору. Я с ним не согласен по этому вопросу. Но признать весомость его аргументов, разумеется, надо. Потому что они продиктованы искренней заботой о настоящем человеке. Ну, так вот. Дальше даны инструкции начать войну с медианитянами. И очень похоже на то, что сказано про Амалека. Или все таки не такая же инструкция? Ну, Амалека. Амалека смысл жизни был в том, чтобы гадить евреям. Это понятно. Вот. У них была задача совратить евреев. Вот там египтянам незачем было там мстить. Нам сказано нельзя их презирать. И дома тоже, хотя он там не пропустил, вышел с оружием. вот. А медианам надо было как раз отомстить по полной программе, потому что они подвели, они идеологически совратили. Это хуже, потому что человек вроде как живой, здоровый, вот, а живет уже в другую сторону. То есть, иначе говоря, они перемагнитили вот эти связи, да, и в результате создали ситуацию онкологическую. Часть народа пошла против и против народа, и против из которого вышла, да, и даже не вышла, осталась в этом народе, но пошла против народа. И пошла против его идеологии, против тех, извините за выражение, внутренних скреп, да, которые, ну, придают смысл всей таре и присутствию, и проявлению Бога. Вот так вот. Ну, тут по-русски сказано враждуйте, то есть, незаконченное действие, враждуйте и поражайте. Да. Как будто бы, ну, это нужно делать постоянно, или, то есть, в чем именно заповедь? Это как бы разовое действие, или это продолжать постоянно вести войну? Ну, оно же было обращено к, тара была обращена к слушателям Торы, к современникам Машарабэлям, и к тем, кто тогда жил. Мы видим, что евреи потом жили рядом с медианитянами, воевали, воевали, таки выкурили их оттуда. Так что, есть предположение, что курды потомки медианитян и мавитян. Есть курды очень разные, там примерно пять групп насчитывают, ну, я не специалист по курдскому вопросу, но слышал вот разные мнения, кто насчитывает пять групп, кто больше среди курдов. Но да, враждовать на самом деле после того, как исчезли собственные медианитяне и мавитяне, ну, в том виде, в каком мы их знаем, повторяем, вот, но сама идея это не исчезла, мы же знаем. поэтому когда приезжает человек, да, ему говорят, слушай, ну, что это у тебя там тфилин, талит, современный человек, ну, ты же наш, ну, при чем тут кипа у тебя на голове, живи, радуйся, что ты усложняешься, вот, ну, вот, примерно то же самое. Да. Хорошо, дальше, дальше идет инструкция сделать исчисление народа и, казалось бы, это связано с тем, что враждуете, но потом сказано, что все-таки это с наделами земли связано. Это связано с наделами земли и дальше история дочерей Целфхада и это связано с тем, что 24 тысяч погибло. Надо было знать, сколько именно. Эти 24 тысяч это второй случай из 24 тысяч погибших. Первый это шхем, второй это вот эта вот история, а третье это 24 тысяч учеников рабяки. А как погибали? со змеями понятно. А здесь что это происходило? Это странная эпидемия. Вот мор такой шел, просто двигался, просто географически видно было, как сейчас бы сказали локация. То есть оно ушло от места к месту, перемещалось и там люди погибали. Но что делает Шарабе? То есть что делает Пенхас? Он останавливает этот мор. Удар копья остановил вот эту эпидемию. Ты говоришь, что оно территориально двигалось? Да. То есть тогда это похоже на то, что было после короха, когда Маша сказал Ааруну встать между мертвыми и живыми? Да, да. Возможно это такая же штука была? Ну возможно, но может оно объясняется тем, что эпидемия распространялась в основном среди рода Шимон. Вот и отсюда земли, ему же надо было еще показать, какой он большой человек а вот в своем лагере и все. А, то есть получается изменилось же распределение, меняется распределение земли, если не осталось кому наследовать, то и... Нет, Шимон не должен был получить землю. Ни Шимон, не левит. Там вообще вот именно... Кстати, кто не получил земли? Левиты, которые восстали против Мошарабы, но они земли... Ну, никакие на дело не получили. Те, которые там участвовали с золотым быком, тоже никакие на дело не получили. Что это мы видим? Когда дочери Савхада подошли и говорят, ну вот, наш отец ни там не безобразничал, ни там не участвовал, ничего. Почему нас лишают? Так что отсюда мы видим, что те, кто выступил против, лишились права на наследование земли. Вот. Но тогда они хоть хотели, а сейчас что? Представляешь, да? Значит, сейчас Тара говорит то же, что и тогда. написано в Таре, да? То есть, по числу душ, там, туда-сюда. Ну, что, пришли. Значит, территория от Нила до Эфрата. Там есть разные варианты трактовки. Вот, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но, грубо, от Нила до Эфрата. значит, нам принадлежат огромные участки. Ну, и что, сейчас евреи планируют реституцию? Возврат этих участков законным владельцам? Нет, к сожалению. Не, ну как, это же так сложно. Что сложно? Государство сделать на ровном месте несложно. А продолжить это движение дальше сложно. Это значит, что сложно в голове, в сознании. Вот, тогда было несложно. Ну, было сложно, но преодолевали. Наоборот, эти трудности воспринимались как, ну, как вызов, как, как, как стимул. А сейчас, что оно расколаживает? Ну, это просто еще в сознании европейцев мы думаем, что там государство есть, а там высаживаются частные военные компании, там воюют за нефтерождение, там могут американцы положить батальон русских наемников, и никто даже не узнает об этом. То есть, там земля, там не такие государства, как Европа, где каждый сантиметр размечен. Ну, конечно. Ну, там идет колонна, да, там американцы выставили свои машины, их скинули в кювет. пошли дальше. Одни налетели, разбомбили, другие прилетели, разбомбили. Кто прилетел? Че прилетел? Потом разберемся. Ну, кому надо, тот знает. то есть, вот это такой хороший момент, который многие не понимают. По факту, правильно я понимаю, что по факту земля пустая? То есть, какие-то степи, пустыни? Она пустая, но за нее дерутся не как за территорию, ну, как за площадь, я имею в виду, да, а за нее дерутся как за пути возможного там трубопровода, там, которые там хотели провести, а не получилось. Или за порта, который переоборудовали в военно-морскую базу, или еще за что-нибудь. Ну, не сама по себе, не как площадь, а как место расположения. Так что... Ну, вот ты уже упомянул, значит, дочерейца Афхада. Да. Получается, что было много девушек и женщин в такой ситуации, а пришли только они или не так? Нет, я не думаю, что много. У них была ситуация, ну, уникальная. Не так много людей тогда было готово в открытую, в присутствии Бога, взять и нарушить Тор, шаббат. когда вот тебе ман, вот тебе облака, вот тебе источник, вот тебе Машарабейну, вот, и вдруг взять и все это под хвост менять. На это были готовы немногие, да, но он был готов. И вот так что... Ну, вот насколько была уникальная ситуация, что пришли женщины и стали заявлять о своих правах? Ну, да. Не, ну, это говорит об открытости общества. В общем-то. Не о закоснелости, когда над всеми давлеет там протокол, процедура, формальности, там, субординация и прочее. Ну, да, они пошли в один суд, там не решили, пошли в другой, там не решили, и они пошли. А кому им еще идти? Не было такая сильная ход спа, это, ну, было нормальное... Ну, нормальное, а что? А что, бойцы? Слушай, все же родственники, все же друг дружку у друг дружки на виду, что так сильно, ну, чины там разглядывать? Вот, и все. звездочки на погоду. Хорошо, что еще мы учим? Ну, это, ну, вообще уникальная ситуация, ну, она может быть не уникальная, но она очень редкая по Торе описана, эта ситуация. что еще отсюда мы учим? Отсюда мы учим, что религия это результат творчества живого. потому, потому что вот есть, вот есть, скажем, инициатива Бога, вот есть там, позиция Мушарабейна, вот есть там неподконтрольные какие-то глупые движения народа, туда-сюда, туда-сюда, но есть и позитивная инициатива, открытая, вполне себе, ну, нейтральная, вполне себе, ну, нейтральная, социальная и позитивная, этически позитивная, положительная. Вот, пожалуйста, таким образом все решаемо. Они поступили так, как написано в Торе, когда ты не знаешь, что делать, обращайся к мудрецам своего поколения. Слава Богу, в том поколении был такой мудрец, такой пророк. Они показали пример. Вот они его посчитали мудрецом, они к нему пришли и получили ответ. Так что это вполне себе творчески. Если мы наоборот, если мы все эти возможности прикроем, то религия станет догмой и все закоснеет и мы получим сложную иерархию, разработанную систему и дальше неважно, оно будет выглядеть, как издержки конфуцианского Китая на излете. Вот, или там или сложную католическую систему, какая сейчас принята, вот, ну, во всяком случае, какая была там до, ну, в конце средневековья. Сейчас она как раз более открытая, между прочим. Я не католик, Боже, сохрани, да, но надо признать, что они провели ряд реформ, ну, по примеру, протестантов, евреев и так далее, и, в общем, это пошло им на пользу. Я тебе больше скажу, там степень свободы для новых проектов превышает степень свободы протестантов. Ну, значит, молодцы, молодцы, то есть, они, ну, свой урок выручили. Очень удобно такую хорошую структуру делать, когда у тебя есть свой собственный Центробанк. Ты знаешь, Центробанк иногда становится таким соблазном, через который разрушается все, что соприкасается, если нет предохранителя. У них, видимо, оказался достойный предохранитель, и сейчас, ну, католицизму достаточно распространенная вещь. Вот. То есть, я почему это говорю, что тогда еврейское общество было открыто? Ну, это все. Сейчас часть еврейского общества тоже открыта, но не та часть, которая, к сожалению, определяет мейнстрим религиозный. Вот так. Ну, хорошо, следующий, следующий кусок тут рассказывается про подготовку к смерти Маше и сама смерть. И вопрос такой, мы видим на примере и Маше, и Арона, что не было такой привязки к тому, где человек умер в те времена. То есть, ну, есть, была Махпилла, но и Арон, и Маше, неизвестные их могилы. Ну, непонятно, они сохранились или были. наоборот. Наоборот, именно потому, что была такая привязка, именно поэтому их могилы неизвестны. Если бы их могилы были известны, то с учетом, ну, их авторитета среди современников и их авторитета среди потомков, которые, ну, уже поднялись над какими-то своими там стереотипами, мелкими обидками, козьми потягушками и так далее, которые неизбежно возникают, когда ты видишь живого человека. Вот. Он не так посмотрел, он не так сказал, он не так поздоровался, он не так попрощался. Фу. Да. Когда вот эта вся шелуха отлетает и спустя как минимум 800 лет мы видим действительно через кого Бог создавал этот народ, а это оказались действительно Машарабейны и Ароны Коэн с Мирьян, вот, то тогда их значимость в глазах потомков еще более возрастает. Что отсюда следует? В условиях, когда кругом бушует идолопоклонство, вот это жуткое язычество, просто такое воинствующее, и более того, привлекательное и привлекающее. Вот этот соблазн мог привести к тому, что их обожествят, их могилы сделают местами языческого поклонения, и тогда их память будет работать против их же дела, против их, дела их жизни, против их миссий. Именно поэтому их могилы скрыты. Вот так. Хорошо. Здесь снова звучит упрек, Всевышний напоминает, что вот не явил святость пред глазами народа. Вот не Рива, да? Да. Но вот меня так интригует этот случай, потому что там в одном месте сказано не явили святость, а в следующем месте сказано, что сам Всевышний явил святость. И ты в прошлый раз ответил, что сам Всевышний явил святость, потому что это было сверхъестественная забота о народе. Но какая святость, которую все-таки Маше с Аароном не явили? Значит, смотри, они должны были сказать, и скала должна была ответить водой. Это один уровень проявленности Бога. А когда ударить по скале, это другой уровень проявленности. Для тех... Ты говоришь, что проявление через слово, оно выше, чем через магический какой-то жезл? Ну, конечно. Магический и не магический дело не в жезле. Жезл был просто символом власти, на самом деле. Вот. И призывом к евреям вспомнить о том, кто кому кем приходится, что он руководитель народа. Поэтому им было сказано собраться по порядку или каэль. то есть и показать, что ситуация изменилась, потому что люди изменились. То есть с учетом вашего возросшего уровня понимания, я теперь не ударю по скале, как 40 лет тому назад по выходе из Египта, а я теперь ей скажу. И вот вы, ребята, смотрите, как Бог вам дает, обращается и так далее, вы не реагируете, а скала на то же, что было обращено к вам, среагировала. Он этого не сделал. Он, ну, как бы, продешевил в этом смысле. И в результате пошла, почему два раза ударила? Первый раз не хватило, значит, первый раз либо не было реакции, либо она была не такой. Медраж говорит, что пошла кровь, не знаю. Вот. Может, да, может, нет. Для меня это Медраж. Вот. Но факт, что второй раз пошла вода. И вот это зафиксировано в таре. Значит, Бог со своей стороны воду дал, дал, но после чего, это, что касается Бога, а что касается Мушарабейна, он не сделал то, что от него требовалось. И Аарон его не остановил, когда он разозлился. А должен был. Можно предположить, это моя спекуляция сейчас, что замысел Всевышнего был, чтобы произошло то, что потом случилось при БРе? Может быть. Я допускаю это предположение. Ну, как предположение. Потому что тогда, ну, прости, пожалуйста, мне просто нравится связать это вместе. Тогда получается, ну, гештальт закрылся, ситуация закрылась, потому что эта схема, ну, реализовалась рано или поздно. Может быть. Я не очень понимаю, что такое гештальт. Гештальт по-немецки это образ. Ну, ситуация закончена, ситуация закрылась. Ну, хорошо, допустим, да. Схема отработалась. Ну, хорошо, да. Вот. Ну, так. То есть. Дальше, дальше Маше ставил Лазара. И вот тут очень много, очень много есть про вот эту саму церемонию, про передачу власти. Ну, он ему сказал положить руку, а тот положил две. Оба-на. Расскажи подробнее, где это. Ну, там он сказал, положи руку свою на на голову Иошуа перед глазами всего народа. Действительно, это что, нарушение было? Нет. Это не было нарушение. Вот это не было нарушение. Ну, понимаешь, уже одна, они же, они же воспринимали это дело, так, как оно было им предложено. Почему Бог сказал Мушарабену положить руку? Это же было перед глазами всего народа. Значит, оно должно было в чем-то народ убедить. то есть, возложение руки для народа что-то означало. С учетом того, что оно что-то означало для народа, Мушарабену, Бог предлагает, Мушарабену, предлагает или велит вот именно это сделать. То есть, не просто там страх перед Богом, но и любовь к Богу. Не просто письменная тара, еще и устная тара. Не просто причина, но еще и цель, задача, будущее. Не только я, но и я от имени Бога. Не только я от имени Бога, но я от имени людей. Там много очень объяснений. Вот. Но в любом случае он постарался тот посыл, который Бог предложил показать, продемонстрировать. Этот посыл он постарался сделать более убедительным. За это Бог не есть задача проводить уроки, а ты с нами еще дружишь. Да, несмотря на знакомство. Представляешь, кошмар. Ты представляешь, я еще и с некоторыми родственниками дружу, несмотря на родство. извращений, скажи, да. Человечность, человечность религиозных лидеров. Да, однажды жене там, на каком-то лимуде, ну, там начали говорить всякие приятные вещи, комплименты и все. Значит, я уже не помню там по поводу вот электро меня, но они не знали, что, кто кому кем приходится. Вот она говорит, ну, я знаю, я знаю, спасибо. Вот. И говорят, он такой нормальный. для того, чтобы нарваться на комплимент, достаточно быть просто нормальным. Нормальность это уже, ого, как много. Вот. Но я думаю, что и нормальность в моем случае это некоторый ованс, так что все в порядке. Ты тщательно скрываешь аномалии. Да, да. Ну, значит, все-таки, Клард, вот это, я за это тебя отдельно благодарен, за то, что ты сказал про две руки, что Маше перевыполнил. Он исполнил повеление, еще от себя добавил. Вот смотри, там, одна рука получающая, другая дающая. Одна символизирует строгость, другая милосердие. Ну, в общем, там много чего, да, там. Тут, значит, есть, что Навина нужно, не Навина, Ягашуа, ну да, я по русскому тексту иду, значит, он поставил Ягашуа перед Лазаром и перед всем обществом. Это одновременно? Да, да. После этого дал ему наставление, ну, это что-то типа конституции. Ну, ну, да, да. дал ему от славы, чтобы слушало его все общество сыновей Израиля. Ну, у него лицо начало светиться, не так сильно, как у Муши Рабейну, но начало светиться. То есть, это было не просто церемония, это еще было... Это было посвящение, это было политическое действие, это было, в общем, это в некоторой степени была мистика, в некоторой степени это была абсолютно такая, ну, дружески-семейная сцена. Вот перед всем народом я собираю свою семью и, смотри, я посвящаю не своего там сына, внука, племянника, делаю своим преемником в том, чем я занимался. А вообще человека не из семьи. Ну, и какая разница, что он не из семьи, но он свой человек. Значит, мы ориентируемся на заслуги человека, на достоинство человека, на потенциал человека, а не на кровно-родственные связи. Его же в чем обвиняли? Что там? Он своим потакает? А что свои? У него, его дети были простыми левитами. Так что, и как раз здесь он говорит о том, что, ну, вот, дело важное, и человек важен, а кровно-родственные связи, они, конечно, важны, но не до такой степени, чтобы ими руководствоваться при назначении. То есть, все. Большое дело, между прочим. Моги иначе. Дальше интересный момент. Он передает схему пользования римом-тумимом. Угу. И вот, что меня здесь интригует, я прошу твоего комментария, все-таки традиция говорит, что Ярошуа был пророком. Да. Но мы видим, что Маше ему дает, как бы, более простую схему, чем, которая есть у пророка. То есть, пророчество требует высокого личного уровня. Да нет. И получается, что Маше, поправь меня, я скажу, а ты поправь меня, пожалуйста. Для меня выглядело так, что Маше дал ему вот такую схему узнавать волю Бога, но при этом Ярошуа оказался, ну, такого высокого уровня, что он при этом и напрямую слышал. Да, это да. Вот. Но, смотри, здесь я с тобой согласен, абсолютно при том. А то, что обязательно нужен высокий уровень, нет. Белам был не высокого уровня, он был вообще злодей. Ослица Белама, тоже была, ты же понимаешь, какая праведница. А вот, тоже ослица. Там, и вообще, что он хотел от... Смотри, что... Пророчество, это вообще отдельная история. Вот Авраам, вот он праведник, да? А ему Бог сказал, что? Попросил, даже не сказал, попросил, прошу, принеси своего сына. Тот еще начал крутиться, у меня два, принеси единственного, у меня каждый единственный, принеси любимого, я их обоих люблю. Короче, так все, ицхак. Но форму, ну, подход, формула, концепция осталась той же. Прошу. И праведник Авраам взял в руки нож, чтобы принести ицхака в жертву. Сорок лет ему к тому времени было. Ну, ицхак. Такой долгожданный ребенок. И вообще, что значит взять человека просто так и прирезать? даже поганца прирезать, и то сложновато. Вот. А тут приличного человека да еще своего сына. И он взял нож. Ну, дальше. А этот кому он там видел? Луше, да? Жениться на проститутке. Ну, пожалуйста. А Ихэскелю сказал готовить на человеческих испражнениях. Кто говорит, все, я в жизни такого не делал. Не могу. Лучше умереть. Ну, хорошо. На коробин навозе. Ишаяху. Ишаяху, ишайху. Ишаяху, да, ишаяху, да. Вот. И пожалуйста. И вот такие дела. На коробин навозе год. Целый год. Ничего. Ходил там голый, полуголый. Ел вот всякую дрянь. Ну, на такой мерзости. Ну, вот так вот. А это с одной стороны. Значит, пророчество обращается к приличному человеку и говорит, веди себя вот вот так вот и так. Нельзя странно, скажем, приносить жертвы где бы то ни было, кроме как в Иерусалиме, в храме и так далее. Положенным образом. А пророку Илья, он говорит, давай, двигай, иди на гору кармель, я тебе там все скажу, сделаешь там жертву. Ну, это с одной стороны. с другой стороны, с другой стороны, белам, злодеи, ослица, ослица. Тоже. Так что, пророчество это вообще отдельная песня. Ну, вот, она над и вне нашей представлении об этике. Вот так вот. Ну, давайте еще вопросы. Зоечка, ты что-то хотела спросить? Зоечка? Не-не, я пока слушаю. Ладно. Люда, хотела что-то спросить? Я тоже пока слушаю, спасибо. Ага. Счастливая. Значит, у нас дальше объясняется про жертвоприношения, и значит, утренние и вечерние жертвы. Это то, что сегодня мы делаем, вместо этого делаем шма. Да? Правильно? Да-да. Хорошо. Значит, в шаббат написано обычный день, два агнца на сутки. А в шаббат написано снова два агнца, но непонятно, это за раз или тоже на сутки. Слушай, у меня вопросы жертвоприношений не в первую очередь интересуют. Ты же тхелин надеваешь, как-то тебя не... Тхелин я надеваю, да. Но не в шаббат же я надеваю. А нельзя в шаббат? Нет, в шаббаты праздники нельзя, и в холямуэд нельзя, в полупраздничные дни. То есть, ну, когда на Песах и на Суккот, тоже нет. Хорошо. То есть, жертвы были, ну, то есть, мы ограничиваемся молитвой в шаббат, изучением. Да-да. А какие еще мы делаем религиозные мероприятия в шаббат? Заменяющие жертвы. Потому что тут еще всесожжение было. Слушай, а три трапезы, где еврейский стол уподоблен жертвеннику Иерусалимского храма, те недостаточно? Есть еще четвертое, это меловой молка. Ну, это четвертое, установленное Давидом. Ну, она не обязательная, но кто делает, тот молодец. Расскажи подробнее, мы-то хорошо, если слова понимаем. Не понял. Расскажи подробнее про то, что ты сейчас делал меловой молка. Ну, понимаешь, ему было сказано, что вот он умрет, да, ему хотелось знать, в какой день хотя бы. Но и Бог ему сказал, хорошо, я тебе скажу, в шаббат. И каждый шаббат для него был, ты же понимаешь, да? И каждый раз, когда шаббат заканчивался, он устраивал отдельную трапезу, праздничную, в память о том, что вот, шаббат прошел, а он живой. И это называется, трапеза называется меловой молка, сопровождающая царицу. Имеется в виду царицу. И сказано по этому поводу, что тот, кто проводит трапезу в меловой молка, она не обязательно должна быть там изобильная, там, сытная, тяжелая, что надо. Хотя бы, ну, приятная, символическая, такая, очень семейная, очень сильная для домашних, да? как правило, гости в то время в международной разошлись. Ну, если остались, то самые близкие. Вот. И она проводится до полуночи в меловой молка. Сказано, что тот, кто ее проводит, освобождается от мук прихода Машеха. Ну, и много чего хорошего сказано. Я знаю историю, когда человек проводил меловой молка даже в условиях концлагеря. И вокруг него там, ну, пачками гибли направо и налево люди более здоровые, более сильные, более, ну, житейски опытные. Вот. А он ни то, ни сего, ни вот, и выживал. Потому что он вот эти крошки оставлял, какие-то, да, голодая. И проводил эту меловой молка как мог. И выжил. Я не скажу, что он выжил именно благодаря меловой молка, но вот совпадение было, шансов у него никаких. И еще я знаю много всяких историй, когда, ну, человек, который проводил меловой молка, самым разневероятным образом выходил из абсолютно таких тяжелых провальных ситуаций. Так что это имеет смысл. Я не призываю проводить меловой молка, но если кто это сделает, на мой взгляд, молодец. Очень интересно. Значит, по жертвам тебе не задавать вопросов. Ну, да, я тебе скажу, потому что мне просто даже, ну, тема тяжелая для меня. Ну, может быть, это Коинов отдельно нужно спрашивать, если они... Наверное, да, да. У меня просто, как тебе сказать, просто нутро отвращается от этой темы. Тебе животных жалко? Конечно. Нет, я понимаю, что они и так, и так умрут. Так они умрут без боли, без страха и туда-сюда, а так они состарятся, будут болеть, мучиться и прочее. Это я понимаю. Но взять... Понимаешь, какая проблема? Я-то убить могу. Но мне надо знать, за что. То есть, для меня убить, это прекратить жизнь гада. Это я понимаю. А убить, ну, невинного или недостаточно виновного, у меня рука не поднимется. Хорошо. Я в третьем храме я отдельное приношение принесу, вегетарианское, в память о твоем вегетарианстве. Не, я не вегетарианец. Любви к животным. А твоей любви к животным. Да. Спасибо. Понимаю. Будет удачный повод рассказать о тебе. Спасибо. Ты знаешь, мне достаточно, что ты помнишь, и слава богу. Помню. Ой, я так помню. Хорошо. Знаешь, однажды Катона в Риме был такой, ой, был такой деятель, он был очень против Карфагена. Непримиримый такой, что, о чем бы ни говорил, он заканчивал тем, что Карфаген должен быть разрушен. Между прочим, очень умный был человек, хотя, на мой взгляд, неприятный, жестокий очень. Вот. И, ну, его там, римляне, соплеменники очень уважали. А тогда было принято ставить памятник. И к нему говорят, ну, слушай, ты там такое положение занимаешь, ты такой известный, такой уважаемый, мы там все готовы. Почему до сих пор нет твоего памятника? Он сказал, хорошая вещь. Он сказал, лучше пусть спрашивают, почему нет памятника Катону, чем спрашивают, что это за памятник. Кому поставлю? Вот. Мне эта логика очень нравится. В этой связи дальше. Давай. Это интересное сочетание. День, это день, или пусть это будет день у вас трубного звука. Ага. То есть, это что, общее собрание, общенародное, что это? День трубления, это установка Ро Шишина. Да? Ну, вот, будет день, пусть в этот день будет священное собрание, да, и день трубных звуков. День священного собрания, это праздник. Ну, имеется в виду, что такое священное собрание? Когда люди собираются для Бога, потому что Он сказал, чтобы делать ему приятное, да, связанное с ним. А трубление, потому что это слово труа означает две вещи. Первое, это собственно трубление, а второе, это благоговейный трепет, пиетет. О! Вот, вот пиетет такой. Когда человек, ну, наполняется не страхом Божиим, а наполняется просто вот, ну, ощущением близкого присутствия Бога, и от этого, ну, и оно заставляет как-то так напрячься, подтянуться, осмотреться, ну, как-то, вот, опасаться, чтобы не сделать там глупо, плохо, безумно, вредно, еще что-нибудь, да, вот, вести себя прилично. Ну, вот особое внимание. Это вот труа. Да. Ну, если посмотреть на первоначально, смысл, трубили для, как бы, военной тревоги, для сбора собраний больших, общенародных. Да, и когда был царь, то в день воцарения на царство. Как бы мы сказали по-русски, венчание на царство. можно соединить все три, все три смысла. Военный смысл. Да, важное событие, да, чтобы люди прониклись сознанием важности события. Ну, слушай, вначале ведь трубили, а потом народ собирался, правильно я понимаю? Да. Как бы просто, честно говоря, мне чуть-чуть странно, может быть, из-за того, что я не вырос в Идешкайте, когда вот есть какое-то еврейское собрание, и вот давайте сейчас кто-то потрубит шабар. и как бы мы смотрим, как человек трубит, ну, замечательно, очень хорошо, но есть ощущение, что как-то это чуть-чуть не так происходило. Нет, ну, происходило, потому что, когда что-то важное было, когда нужно было, оно было настолько важно, что нужно было всем собраться. Ну, вот, представляешь, да, скажем, сирена в лагере, сирена в лагере, ну, я имею в виду военный лагерь, да, сирена на военной базе, это что значит? Это значит, что всем собраться, выстроиться на плацу мгновенно просто, с полной выкладкой, с оружием, с боеприпасом, все, как положено, да. Почему? Потому что там возникла угроза и надо что-то предпринять. Или потому, что вдруг, там, я не знаю, там, министр обороны, начальник генштаба, замначальник генштаба, с главой этого рода войск вместе прибыли. опа, всем собраться. Значит, что-то важное, не описать по-плохому, что-то такое важное, что всем надо вот просто кровь с носу сделать то, что надо, потому что очень важно. Оно может быть важно по-плохому, кто-то напал, может быть важно по-хорошему, царь воцарился, может быть важно, о-о-о, я не знаю, там, потому что в Таре сказано, вот, прошу шана. Значит, из того, что ты сказал, если сирена, то логично предположить, что, ну, нужно где-то там утром или под обед трубить, приглашая народ там в синагогу еще куда-то. Слушай, вот с учетом знания психологии своего народа, вот ты говоришь, надо прийти, ну, собраться. для Бога, решать вопрос общий и так далее. Вопрос первый, кто придет или сколько придут из тех, кто должны. Во-вторых, когда они придут, обязательно с опозданием. А мы скажем, слава Богу, что пришли и упомянем Бога не в сует, потому что есть с чем сравнивать. Значит, вот, зная с кем дело имеешь, ну вот, надо сказать так, вот, у нас есть несколько случаев, когда мы трубим, попробуй не пить. Вот, все. Вот, как-то так. Хорошо, ну, тогда на сегодня смысл этого, ну, получается, ритуала. То есть, благоговение, то, что ты сказал. Сейчас скажу. Если человек, который не знает смысл ритуала, услышит от отрубление, он ничего не поймет. Или решит, что перед ними сумасшедшие, или фанатики, или дураки, или приколисты, забавники какие-то, массовики, затейники, не туда, не то пили, не то курили, до того как. Ну, короче, что-то пошло не так. Если человек, ну, для того, чтобы оно было правильно воспринято, нужно дать подготовку, комментарий. Все. Тогда оно работает. Вот и все. Ну, это нормально, по-моему. Ну, поскольку по жертвам у тебя больше нельзя спрашивать. Да нет, спрашивать-то можно. Но недельный раздел закончился. Нет, там полно еще всего чего. Слушай, а почему вот, например, я думал, что кто-то спросит. Вот когда евреи вернулись после Миндианского похода, и Мушарабейну на них разозлился, на руководителей. Почему он не разозлился на Пенхаса? А где это вообще написано? Это, по-моему, ты из Толмога что-то. Да ладно, из Толмога. Вторее, вторее. Это в этой главе или где? Что-то я тоже не знаю. Когда он сказал отомстить этим... Так. А, это я уже в следующую главу залезу. Ну, не важно, ладно. Ага. Ага. Это означает, что мы таки читаем, что не дошли в этой главе. Да, это я уже залез в следующую главу. Пенхаса, Пенхаса. но расскажите, тебя же не будет в следующий раз. А, кстати, ну, может, я буду, только не здесь. А, урока твоего. Ну, да, да, да. Значит, теперь, надо было отомстить медианитянам. Ну, вот они там пошли в карательный поход. Назовем вещи своими именами. Это карательный поход. Он был нужен и для евреев, и для народов мира, и, конечно, для Бога в первую очередь. Вот, в общем, сделали не то, что нужно. Я сейчас так, не выдаюсь в подробности пока. Сделали не то, что нужно, оставили в живых, кого не надо. Это же обычное еврейское, ну, пригрешение, да, оставить, кого не надо. Вот. И Мошер-Байну на них разозлился. А на Пенхаса не разозлился. Почему? Есть несколько объяснений. Одно объяснение такое, Пенхас не имел отношения к решениям военного руководства в походе. Он был священником. Его задача была вдохновлять идеологически. Кроме того, ему надо было показать, что вот он убил Зимри за связь с медианиканкой. Так вот, иди давай, показывай пример. Дальше вперед. Вот. Но в военные дела это он не входил. Это номер раз. Второе, что в чем-то упрекать, что-то требовать можно, когда находишься в той же весовой категории. Ну, хотя примерно. Вот. А он не находился. Вот. То есть у него не было никаких шансов там на женщину из рода медиан. Ну, из медианитяна взять. Вот. Поэтому он не мог ничего им сказать. Вот. И кроме того, его лично Бог благословил. Так что, может, Шарабейну будет ругать того, кого Бог благословил? Себе добра не желает. Так что, там были разные соображения. Возможно, все три. Возможно, какая-то комбинация. Не знаю. Давно это было. Ну, ладно. Поехали дальше по главе. А можно предыдущий все-таки? Давай, давай, Зучка. Все-таки удивительная для меня эта глава, потому что Бюльям это пророк такой же по силе, как Маше. И Бог, в общем-то, довольно ну, обширно так это описывает его и подвиги, и размышления, и так далее. То есть этот человек был наделен таким мощой, как пророк. Да, кстати, Рут, Мавитянка, потомок, она из потомков Белама. Нормально? Да и сам Белам тоже родственник. Понятно. Что значит из потомков? Ты же говорил, что он там с женщинами не общался. Нет, он женщинами он общался, он со всеми общался, я прошу прощения. Он со всеми общался, и с теми, и с этими. Паскудный был гад. Так что она, ну, они же все топтались на одном пяточке. А кто такие Мавитяне? Ну, потомки Авраама, а Манитяне тоже. Ну, что же там уж так сильно. У тебя такая мысль прошла, что есть сила, пророчество, а есть духовный уровень, и это не одинаковые вещи. Не, абсолютно не одинаковые. Ну, смотри, вот допустим, ты там нашел человека красноречивого, убедительного, харизматичного, с образованием медицинским, и говорит, слушай, вот мне надо, давай там, лекция о вреде курения. Он харизматичный, он образованный, он титулованный там медицинские всякие там должности, звания, дипломы, блестящие это трудовая автобиография, куррикулум витэ, сиви, да. Ну, вот он дал прекрасную лекцию, сошел с кафедры и закурил. Все. Так что, ну, смотри, скажем, вдохновение отчасти сродни пророчеству. Ну, в некоторой степени. Да. Когда там у Лермонтова мы читаем «Спит земля в сиянии голубом», то выяснилось, что этот поэтический образ вполне себе визуальный подтвердился космонавтами спустя там сколько? 150, 200 лет уже. Ну, Ну, много такого интересного есть. Так вот, это все сродни. Ну, Афет писал нежнейшие стихи. Трели соловья, там, да. А в это время у него на конюшнях до смерти запарывали крепостных, которые погибали ужасной злой смертью, не дай Бог никому. врагам пожелаешь такому. И он под эти вопли писал нежнейшие стихи. Что, нам сейчас интересно, что происходило у него на конюшне? И читаем, наслажаемся. Вот, то есть он как человек был паскудный, а как поэт вот такой. У Лермонтова тоже характер был тот еще. Вот, а стихи писал нежнейшие. Можно долго продолжать. Леонардо да Винчи был вивисектор, садюга. Предвосхитил там технологическую мысль и опередил на сколько веков. Много чего интересного. Так что и Белам в этом смысле не исключение. Как пророк, да. Как человек до невозможности мерзавец. тогда если соблюдение и митцвот как бы отличается от вдохновения, какая роль вдохновения? Нужно ли нам все-таки как-то поддерживать вдохновение, развивать? Да, но это не условие нашей религиозности. Потому что вдохновение, творческий порыв, вера, это очень эмоциональные вещи. а эмоции наши подвижны. Ну все, допустим, я не знаю, насморк, неприятности, одни неприятности другие, не дай Бог, ни про кого не будет сказано. И все, человек озабочен, он унылый, он раздраженный, он подавленный, пока он из этого состояния выйдет. Если это условие нашей религиозности, конец нашей религиозности в тот момент, когда мы не чувствуем душевного подъема, значит, оно не должно быть условием. Значит, надо обосновываться на чем-то гораздо более фундаментальном, постоянном. Ну то есть я как-то не могу без вдохновения и, честно говоря, постоянно работаю над тем, как его сохранять и иметь. Ну, смотри, это правильно. Хорошо, когда оно есть. Но если его нет, это не значит, что с еврейской точки зрения, что человек перестал быть религиозным. Ну, то есть да, я не чувствую вдохновения, но филин намотаю. Почему? Бог сказал. Может, это даже гораздо больше стоит, я не знаю. Ну, вот так. Хорошо, что ты подчеркнул, потому что часто вдохновение или какие-то способности, может быть, отчасти сверхъестественные, часто путают, понимают за духовность. Ну, это разные вещи. Может быть, про этот завет или союз мира чуть-чуть? Чего? Ну, сейчас, сейчас. Значит, после того, как он образцово-показательно покарал, и Бог дал ему этот завет мира не потому, что он убил, и не потому, что он заступился за Бога, между прочим, а он ему дал за то, что отвратил ярость мою от сыновь Израиля. Вот и все. Вот за это он убыл. Не просто экстремист, а экстремист по делу, у которого были результаты. Да-да, конечно. Потому что иначе мы превратимся, ну, не дай Бог, к кого. Одному покажется, что там этот поступил неправильно, другому покажется, что этот высокопоставленный, недостаточно религиозный подает плохой пример, начнется стрельба во все стороны. Ну, тогда что, туши свет, сливай воду, ну, как-то, нехорошо. Базар Валкутиндат. Завет мира выразился в том, что он дал ему священство, Киргуна. Да. Он ему... Особое отношение, словно, у Всевышнего есть к священству в том виде, в котором оно было? Ну, конечно, Койны – это наиболее приближенные священники. Более того, написано, что это про левитов сказано, что это моя армия. А Койны – старшие в роду леви. То есть, они, ну, если продолжать эту аналогию, то они офицеры. Потомственная потомственная религиозная знать. Вот так. Бог так решил. Он себе выбрал. Он же все души создал. Всех людей и вообще все. Он решил, а вот это без вариантов мне. Особая ответственность, особая там близость, особое то, особое это. По его усмотрению имеет право. А не было какого-то противоречия между тем, что официальным Койном было Лазар и вот есть еще отдельный Пенхас, которому особое обещание. Почему противоречие? Более того, про него сказано Пенхас сына Лазара. И там и внук, ну там написано сына Аарона. Да, то есть внука Аарона. То есть все в порядке. И потом, почему это плохо? Сказано на глазах у всего народа. Все видели. Все всерьез. Что это не потому, что он тогда был недостоин, поэтому ему тогда не дали, когда распределяли, когда Бог распределял Киуму. Ну, священство. А сейчас стало... Нет, просто тогда не было условия, а сейчас вот такие условия. То есть иначе говоря, это тоже пример религиозного творчества, кстати. То есть все так же, как у дочерей Славхада. То же самое, импульс снизу. Не то, что там тара была недоработана как программа, а просто она живая, поэтому часть программы была дана сверху, а часть была оставлена для коррекции. Тогда как было, чтобы Пенхаз был наследником Элазара, преемником, или он был родоначальником одной из череды? Он был, кстати, родоначальником. Священники в основном были из потомства Пенхаза. В первом храме там был, не помню, сколько там было из них, по-моему, было 18 всего, а во втором храме почти сплошь они были из потомства Пенхаза. А, то есть получается, что это обещание, это обещание, которое Бог лично выполнял, оно не пересекалось как бы структурно с установлением, со структурой. То есть из истории мы видим, что вот этот завет мира или союз мира, он вот таким образом и исполнился. Да. Очень хорошо так проверять, что исполняется потом, из этого можно понять смысл, который не всегда. Ну да, Коины там, Левиты, потом Царя Давида, все работает. У меня, честно говоря, все. Я приглашаю. У меня есть. Давай, Зачка. Так. Моше сказал Господу, пусть Господь Бог, дающий, Бог духов всякой плоти, назначить человека над общиной. Вот Бог. Выберет себе человека, да, в котором будет дух и так далее. Назначить Бога Водителя. Меня вот это, тут в буквальном смысле такой перевод. Моше так называет Бога. Да. Ну, четырехбуквенные Элои Руахот Ле Коль Басар. То есть буквально Духов. Духа Он видит душу человека. Его помыслы, его надежды, его страхи, его то, что он любит, то, к чему стремится. Вот. И человек про себя это знает. Но один человек в другом не видит, даже не всегда человек сам в себе видит. Вот. И тут для того, чтобы был подходящий человек, нужно, чтобы его Дух соответствовал его миссии. Точнее, дать миссию тому человеку, который подходит для выполнения этой миссии. Вот и все. Поэтому так и все. Пусть Бог посмотрит, потому что Богу виднее. Ну и Бог выбрал Лешу. Очень хорошо, слава Богу. И опять же, Господь сказал Моше, возьми себе Иошуа, сына Нуна, человека, в котором есть Дух. Возьми себе. Когда мы говорим возьми, то сразу речь идет о том, чтобы убеги его. убеги, чтобы он стал твоим единомышленником в том вопросе, в котором ты его берешь. Не берешь его там на понт, не берешь его там на цугундерных, на поводок, вот. А берешь его словами, то есть обращаешься к его душе, к его сознанию. Что-то подсказывает, что Иошуа не сильно сопротивлялся. Да, это да. А что ему сопротивляться? Вот когда было это безобразие с золотым быком, он ведь почему не понял, что там за шум? Когда он сказал, это, наверное, там шум боя в лагере. Он говорит, нет, это праздник. Мушарабейну ему отвечает. Почему он не знал? Потому что он ждал Мушарабейну, прямо вот разбил там, я не знаю, там шалаш, палатку, шатер, я не знаю, под горой и ждал Мушарабейну. Он не был в лагере. А под горой или все-таки они вместе спускались? Нет, он был под горой, ну, на том расстоянии, на котором можно было быть. И дальше Мушарабейну спускается. А может быть расстояние, на котором можно было лично быть, было чуть-чуть? Может быть, может быть. Но, во всяком случае, он предпочел это расстояние использовать, а не оставаться в лагере. Потому что вдруг там я понадоблюсь Моше. Я не знаю, думал он про него Мушарабейну или Моше, вот, не знаю. А вдруг я понадоблюсь? Ну, вот, а я на месте. Ну, то есть, человек с обостренным чувством ответственности. Вообще, кого надо назначать руководителем? Ну, исходя из всех этих описаний, схем. Ну, кто, ну, заслуги, это понятно. Дальше, заслуги, есть заслуги у разных людей, разные заслуги. У кого обостренное чувство ответственности и способность к самокритике, к признанию собственного несовершенства? Когда, скажем, когда Шауля упрекали, ну, Йонатан его упрекал, что ж ты его гоняешь там? Он все-таки твой зять, дочери твоей жена, герой народа, его люди любят, у него заслуги, что ж ты его гоняешь? Он тебе ничего не сделает плохого, ты его убить хочешь. Что царь Шауля ответил? А, ты там сын нахалки. Сын нахалки. Он сам выбрал эту нахалку, он себе выбрал в жены. А потом упрекает сына, что тот сын нахалки. Почему сын нахалки не дает ему убить невинного человека? Так и нахальство. Так, если посмотреть, да? Он царь или не царь? А ему говорят, нельзя. Почему? А он не виновен. Ему это показалось нахальством. А когда Давид там с Батшевой поступил не так, как положено, пришел и Иурию подставил, пришел пророк Натан И давай ему выговаривать. Он сразу признал, да, я виноват. Вот это отличает правильного руководителя. Ошибки, преступления может делать любой человек и делает. Мы не исключение. Но признать эти ошибки и свою вину, да, и особое чувство ответственности. Мушарабейн выходил на воины Бога. И Шуабинон выходил на воины Бога. И Давид выходил на воины. Не отсиживался, не прятался за спинами своих солдат и офицеров. Молодец. Аж пока они ему не сказали сиди, потому что сиди. Тебя чуть не убили, нехорошо это будет, а тебя больше польза сиди там, когда уже старый стал. А так выходил на войну нормально, молодец. Вот так. Еще вопросы? Так у меня такие, все тот же вопрос. Вот смотри. Бог Духа всякой плоти. И потом Господь сказал Маше, возьми себе Иошуа, сына Нуна, человека, в котором есть Дух. Он не указывает, что этот именно Дух, а есть Дух. А о чем? И возложи на него руку. Это ответственность. Да. Ответственность. Шарабайна тоже был ответственен за всех евреев, сколько раз ходили. Значит, ответственность, самокритичность и ну и заслуги, естественно. Из случая с разведчиками я сделал вывод, что иногда можно перевести как отношение. Написано, что у Калева был другой дух. Да. Конечно. То есть, Дух это все, что невидимое, все, что есть внутри, и то, что движет человека. Можно так сказать? Да, можно так сказать, да. Ну, руах это вообще-то ветер. Движение. Да, вот тут, ну, как мы сейчас сказали, такое возвышенное движение, которое захватывает человека целиком, делает его и ответственным, и самокритичным, и открытым, и так далее. Кстати, слово мотивы, слово движение. Сравнить с теми качествами, которые необходимы сегодня, в сегодняшнем обществе, чтобы прийти к власти, с точностью да наоборот. Вот я, я тебе скажу, да, оно, конечно, там звучит, как часть политинформации, я, вот, дух в этом смысле, в троническом смысле, вижу в Трампе, в Путине, в этом китайце Си Цзиньпине и Нориэндра Моуди. Вот в них я вижу дух. Они там за свой народ ответственны, не боятся рисковать, там, вот я вижу в них дух. А вот в этих, вот, в этих медузах, которые, нет, можно с одной стороны, и с другой стороны, и с третьей стороны, но мы как-нибудь по-хитрому и сдают собственную страну. А потом оказывается, что они взятки брали. Эти тратят свои деньги. Ну, там, тот же Трамп тратит свои деньги. А эти что, взятки берут? Ну, вот отсюда и это вот мерзость. Тарак говорит, руководитель, ответственный, молодец, самокритичный, если что. Ну, так. Тоже в рамках политинформации недавно узнал, что вот Ульманис, ну, он же не стал воевать, когда была аннексия Латвии, хотя был авторитарным, тоталитарным правителем Латвии. Ну, да. Вот. Ну, и он же сам закончил в советских лагерях. Ну, да. То есть, он как бы пошел на компромисс и потом этот компромисс ему боком вышел. Ну, слушай, Латвию просто, ну, разыграли, это же понятно было, да, как много чего. Так, ну, что, может быть, если мы по голове закончили, мы закончим записи, дальше свободно общаемся. Ну, давай. да, да. Спасибо, Истраэль, за урок. Зоя, ты что-то еще хотела? Не, спасибо, да. Угу. Угу. Продолжение следует...